Ну что, дорогие друзья, всех с Днём Победы! Нынче мы с вами отмечаем 73-ю годовщину окончания страшнейшей войны в истории человечества. Правда, если честно, когда готовлю отдельные репортажи о сегодняшних буднях страны-победителя, начинает казаться, что года 3-4 всего прошло после того, как мы фашистов разгромили. Сейчас, впрочем, сказать хочется не об этом. Вот такую интересную фотографию намедний зритель прислал, видимо, с одного из предпраздничных мероприятий, и я обалдел. Ребят, может, вы в курсе, что это за орденоносцы такие в кадре? За какие подвиги тех юных особ медалями обвешали, как собак на выставке? Впрочем, кто-то из моих коллег уже успел пошутить. Видимо, будущих ветеранок выращивают, ну, тех, что через много лет будут на парадах наградами. Бряцать, омерзительно, честное слово, начинаем! Ну и хватит праздновать. Предлагаю вернуться к нашим серым российским будням. Депутаты Госдумы в очередной раз задумались о том, как же сделать так, чтобы избирателю жилось еще лучше. И предложили теперь уже обязать всех неработающих платить отчисления в фонды МЕД и соцстрахования, а также в Пенсионный фонд России. Неправильно это, заявил автор данной инициативы Камрад Вострецов. Не справедливо. Одни башляют, другие нет. И раз уж заставить этих безработных трудоустроиться мы не можем, резюмировал парламентариям, сделаем то, что умеем делать хорошо. Тупо заставим людей платить. Нечего таким сидеть на конья, на казенной шее. Никого не волнует, что у них ишь безработица. Развелось дармоедов 5 миллионов только по официальным данным Росстата. За эталон Вострецов предлагает взять МРОД, минимальный размер оплаты труда и вперед. 22% от этой суммы в ПФР, будьте любезны. Еще 3 в фонд соцстраха и 5 за ОМС. Итого, ну где-то в районе 3,5 тысяч каждый безработный должен будет в клювике приносить чинушам ежемесячно. Откуда эти деньги люди возьмут? Правда, гений не придумал. Ну есть же русский авось в конце концов, а еще займи, укради, почку продай или... Мы пойдем клад искать. Кстати, у самих парламентариев в этом плане все тылы прикрыты. Они о себе давно позаботились. Во-первых, регулярно индексируют собственную зарплату. Так, например, за последний год уровень дохода среднестатистического думца вырос с 320 до 450 тыр. Второе. Помимо зарплатной денюжки у этих ребят есть еще кое-какие льготы. Квартирешка в Москве за счет государства, например, обязательно с мебелью. Машинюшка служебная с водителем. Перелет в любую точку мира первым классом. Ну вдруг депутату из Саратова в Техас срочно понадобится по служебным делам. Ну и третье. О лечении своем они тоже позаботились. Пособие сами себе выписали аж в два оклада на лицо около ляма, если по-русски. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником. Кору дуба заваривали. Вы знаете, что мне прописали? Боярышник. Мы узнаем у его коллег-депутатов, что они об этом думают. Я думаю, что это самый умный коллега по Думе, самый продвинутый. И я думаю, что он войдет в аналог истории своим заявлением. Он пошутил. Но вы же понимаете, что это шутка? Нет, он на федеральном эфире. Корой дуба не придется. Лечиться надо лекарствами. Я, например, считаю, что как минимум по лекарствам надо очень серьезно подумать. Эти лекарства либо должны замещаться другими импортными аналогами, не уступающими по качеству. А мне кажется, что вот такие депутаты вроде Толстого должны замещаться и не аналогами, а людьми, ну хотя бы с царем в голове. Ладно, это реальная журналистика с приветом из страны победителя. Поехали. Не меньше, кстати сказать, мы с вами тратим и на содержание федеральных чиновников, у которых, как и у депутатов, и зарплаты нехилые, и льготы присутствуют, и перелеты с лечением. Сегодня мне вдруг захотелось показать вам всем все-таки, кому и за что мы платим такие деньжищи. На конкретном примере это сделаю. Кино, которое вы сейчас увидите, старенькое. То есть это не свежак. Но почему я выбрал именно это видео в качестве наглядного примера, а оно, ребята, говорящее? Потому что все случилось в апреле, когда между Россией и Великобританией разгорелись нешуточные страсти. Камнем преткновения стала мартовская история с отравлением в Лондоне нашего соотечественника Олега Скрипаля, экс-сотрудника российских спецслужб. Англичане тогда сказали, а не поискать ли вам злодея-заказчика у себя? Дальше случилось это. МИД Великий и Могучий выступил с ответным заявлением, которое сделала любимая всеми нами Захарова. А вот теперь послушайте и попытайтесь понять, о чем эта женщина вообще говорит. Сразу скажу, лично у меня мозг митинговать начал после. Страшно представить, сколько миллионов ни в чем не повинных людей было уничтожено в колониях Британии. Одним из первых в мировой истории концлагеря использовали против мирного населения британские войска в ходе Англо-Бурской войны. Столетия прошли, ничего не изменилось. А заключенных стали называть гостями британского правительства. Ну это вообще, конечно. Британские власти активно прибегали к использованию химического оружия с целью подавления восстания арабов в Месопотамии. А причастность британских властей к убийству Григория Распутина утверждали и исследователи истории, например, Скотланд-Ярда. Кстати, аналогичные версии есть и в отношении убийства Павла Первого. Сколько же натерпелось от представителей Великобритании одна только Индия? Господа, час человек перед журналистами выступал, и весь этот час госпожа Захарова несла такую вот пургу. Знаете, мне данное выступление напомнило мои детские споры в песочнице с соседскими девочками. Да ты дура, нет, сам дурак, на себя посмотри. Ну мне-то тогда было лет 5-7. Мария Захарова, по-моему, несколько старше, во всяком случае, выглядит. Да и повестка дня была обозначена конкретно, кто на самом деле отравил Скрипаля с дочерью. А вот Павел Первый, а вот Распутин, а вот Древняя Индия. Это чего, официальная позиция российского МИДа? Слушайте, цирк Шепито, вот только с очень дорогими билетами на шоу, за которое, к слову, мы с вами снова заплатили. Слов нет. Ну и по старой доброй традиции в заключительной части программы покажу вам уже настоящую Россию. В Читу добро пожаловать, Забайкальский край, это для тех, кто не в курсе. Сказать, что данная территория депрессивная, да нет, не депрессивная. Много чего полезного в тех краях добывается, на благо Родины, так сказать. И это много чего стоит хороших денег. Ну, например, золотом Забайкалье богатым, молибденом, ураном, никелем и так далее и тому подобное. То есть, по идее, четинцы эти должны жить, как у Христа за пазухой, какой там Абудаби, вот где рай на планете. Господь, подозреваю, так и подумал, когда напичкал те земли полезными ископаемыми, мол, пусть все вам завидуют. И вы с такими богатствами никогда не пропадете из голоду, ног не протянете. Правда, вот наместникам Господа среди нас, чиновникам российским, то ли не сообщили об этом, то ли у них какое-то собственное видение ситуации. Ну, давайте уже посмотрим, как богатые люди-то живут на самом деле. Снесите и постройте своими силами. А? Да! Это круто! Да вы что, серьезно? Да! Снесите дома и постройте своими силами. Снесите дом и постройте, вы, говорит, это, вот это все, вот это, вот это вот гнилое, все откинь. Это путинская программа. Я не знаю, или Путин сам не справляется, или не справляются местные управления. А Путин же там говорил, что нафиг расселить всех до 1 сентября 2018 года. Ребята, все, выборы прошли, инаугурация состоялась, забудьте про 1 сентября 2018 года. Вам забоили на прииске добывать полезные ископаемые для государства, вернее для отдельных его представителей, которые дюжи кушать хотят, для той же Захаровой, для депутатов Толстого и Вострецовой, иначе в тунеядцы запишут, коль работать не будете. Вот только поборами-то все равно обложат, так что даже не мечтайте отлынить. Да и как вас расселять-то? Я так понимаю, там всю чету расселять придется. Она ведь вся так выглядит, да? Бог с ним, главное, что мы помним и мы гордимся. А это была реальная журналистика, сегодня вот так. Ищите нас в Ютьюбе, там интересного больше, подписывайтесь на канал, и у нас их теперь два, всему виной цензура в Рунете. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, все, пока, пока. Здорово, ребят, с вами Сурман, хотел бы поделиться радостью. Жене вместо Порша купил гелик G63 АМГ, абсолютно нулявый. Я считаю, что люди такие, знаете, мажоры должны ездить на таких машинах, как бы здесь сам Бог велел, да? Вот, смотрите, много-много-много денег дал вообще, очень много. Жене очень понравилось вообще, супер, бля.